Субтитры создавал DimaTorzok Этот термин, он присутствует в нашем бессиконе, мы это слово употребляем и, естественно, что-то подразумеваем, когда это слово произносят. Но так ли всё понятно здесь? На самом деле, ответ на вопрос, что такое Церковь, как говорят, дорогого стоит. Потому что от того, как мы на этот вопрос отвечаем, так мы и относимся к Церкви, так мы осознаём своё место в Церкви и место Церкви в своей жизни. Поэтому, на самом деле, вопрос, ответ на этот вопрос очень и очень вакуумен. И я скажу вам, что я не уверен, что после того, как мы сегодня с вами пообщаемся, у вас точный ответ на этот вопрос появится. Но, по крайней мере, скажем так, пища к размышлениям будет точной. В наших катехизисах школьных и старых книгах есть такое определение Церкви, которое когда-то было сформулировано свидетелем Филаретом Московским в своём катехизисе. Он сказал так, что Церковь – это Богом установленное сообщество людей, объединённое Единым Священным Писанием, Единым Зеледанием, Иерархи, Таинствами. Вроде бы и хорошо. Церковь – сообщество людей. Но ведь в сообществах много чего есть. И эти сообщества могут быть тоже объединены в какой-то сверхидеи – религиозной, социальной, философской. У них могут быть книги, которые не считают для себя священными. У них, возможно, могут быть очень серьёзные идеи по нравственному переустройству этого мира или общества. Можно ли их назвать Церковью? А они могут считать, что они тоже не сами по себе вдруг появились, они тоже имеют некую богу-скановленность. То есть определение, на самом деле, не вполне полное такое, да? Почему? Потому что с определением не всё так просто. Мы знаем такой один из евангельских образов, что Церковь – это тело Христа. А, ну всё понятно, всё понятно. Сразу стало понятно. Действительно стало понятно? Но с точки зрения тела, конечно, твой образ – это то, что можно покровить, пощупать. Это то, что можно прикоснуться, даже тело Христа. А что значит вообще понять? Понять – это только рационально ввести в какие-то рамки своего рационального мышления? Или за тем, чтобы знать, стоит ещё и то, что можно воспринять только на уровне опыта? Если мы говорим, что это тело Христа, то, конечно же, здесь одного рационального знания, знания явно недостаточно. Что мы ещё знаем? Есть такое замечательное определение, его дал наш русский философ Хомяков, что Церковь – это единство благодати. Да, здесь уже явно сказано – благодати. Можно сказать, всех тех, кто в жизни своей стремится исполнить Евангелие. Но это как-то не полностью касается всех аспектов того, что есть в сердце, потому что Церковь ведь не только на земле, а ещё и там, а там они уже Евангелие исполнили. Ну, скажу вам так, что абсолютно исчерпывающее определение пока не сформулировали богослово. Их много. Наверное, может быть, оно и невозможно, потому что во всей формате реальность Церкви, точное определение, возможно, даже не может быть зафиксировано. Тем не менее, мы об этом что-то должны говорить. Итак, а что же такое само по себе слово «Церковь»? Церковь, а в славянском даже есть такое слово «Церки». Любовь, конечно, любые беременные. Странно очень. Церки, такое старое книжное написано. Есть одна из версий, это такая огласовка того, что было предъявлено на ремесском кирке, а на английском кирке, а происходит это англическое «кирио икос», «дом Господь». «кириос» – «господь», «икос» – «дом», «дом Божий». Но это слово, скорее, больше подходит к храму. Ну, не просто храм, какое-то священное место, где Бог живет. Это место, где люди собираются. Для чего? Общие молитвы. Скажите, вот эта аудитория может стать в церкви? Люди собрались, православные, хрещенные, для молитвы. Все? Хорошо, построили сейчас алтарь, здесь быстренько-временный престол, там есть. То есть, не просто место, где люди собрались для молитвы, а церковь – это всегда собрание вокруг евхаристической чаши. Божий, я думаю, в общем, да. Вокруг Христа. В этом смысле здесь иногда она облегается в некие формы архитектурные, как храм. Вот, там, мы тоже храм строим, и пытаемся, чтобы он был богословский. Правильно, что храмово озодчество – это богословие в камне. И в истории церкви храмы были очень разные. Но было время, когда их не было совсем. Было время, когда мы явились в пещерах, катакомбах, древних кладбищах, на могилах мучеников. А было время, когда, в период тяжелых гонений на церковь, как это было узников Соловецкого лагеря, священников, епископов, мы говорили, мы идем молиться в наш Свято-Троицк и в Дрань-Собор. В полянах в лесу. Вместо престола – пенек. Вместо просвары хлеба, какой-то кусочек байки этой, который мы давали. Вместо вина – выдавленный скрупный сок. И великая благодать Божия. Потому что там, где Евхаристия, там и Христос. Ну, давайте возьмемся терминах немножко. Слово «церковь» в русском тексте Нового Завета – это слово, которое переведено с греческого «экклисия». Кажется, ну да, это уже история новозаветная, но все не так просто. Оказывается, впервые этот термин появляется где-то лет за 300 до Рождества Христова. И появляется он впервые, когда в Семьи Тетоковников пытаются перевести тексты Ветхозавета на греческий язык. Это знаменитый перевод «семидесяти» или «септоагинта», как его называют. И вот там еврейское слово «кахан» или «кагаут» на Новомодской облазовке было переведено как «экклисия». А что это было за такое собрание? Обычное собрание, просто собрание непонятно того. Если мы возьмем традицию античности, то в те далекие времена собрания были очень разные. Например, представьте, что у нас на рынке какой-то появился дефицитный и дешевый товар. По всему городу пошел слух, и все туда собрались его покупать. Или собрались, что будут сейчас его продавать, а его не продают. Слава Прас, там толпа, галдин, шумит. Собрание, собрание, стихийное, стихийное. Вот, это точно не «экклисия». Греческая традиция это называлось «амора». Или, например, собрание больших начальников во главе со старшим начальником, императором или президентом. Это называлось, тоже собрание, но называлось «симприз». А вот «экклисия» это собрание горожан, но не абстрактно горожан, а те люди, которые имеют право гражданства, определенный имущественный статус, право голоса, положение. И на этих собраниях решались важные для города вопросы. Древний образ демократии. Например, строить новую дорогу или нет. Идти ли войну на соседний город или нет. Ремонтировать городскую стену или нет. Если я голосую на этом собрании за то, чтобы это делать, то я не ищу спонсора. Я в этом принимаю участие. Либо сам иду ремонтировать, либо сам покупаю какие-то кирпичи. Если это война, покупаю оружие, кому-то нанимаю солдат или сам иду бою. То есть, «экклисия» была собранием абсолютно ответственных людей. Вы понимаете, как это интересно звучать? Глазами в ушах современного человека. В нашем представлении. А кто у нас в церкви ответственный человек? Центриарх. Центриарх – это самое ответственное. Но обычно, если возьмем приказскую храм, ну, конечно, настоятель. Он же за все отвечает. Чтоб стройка шла, чтоб стены были покрашены, чтоб лопатки горели. Если что, то с него за все это будут спрашивать. Если что, где-то происходит не так. Знаете, как изменился ракурс зрения? То есть, изначально «экклисия» у нас собранием, где каждый человек ощущал абсолютную ответственность за то, что происходит. То есть, условно говоря, если у храма не горит лопатка, я не должен взять настоятель специально назначенного человека, который зажигает. Я могу взять и зажечь. А как может быть иначе? Если я вижу, что треснула стена, там или что-то облупилось, мой алгоритм действий. Я подпишу к настоятелю, что у меня банка краски хочу вам помочь. Или вот у меня есть кисточка и в свободное время. Давайте попытаемся эту проблему решить. Меня это беспокоит. Это единственно правильный подход. Это заложено в понятии «экклисия» собрания людей ответственных. Помните об этом. У них была ответственность, равенство и общая цель. Впервые в Евангелии от Марфея появляется термин «экклисия», он потом появляется в дальнейшем апостольских посланиях. И там появляется такое выражение, мы встречаем. Они собрались в церковь. То есть, в смысле здания. Здания тогда не существовало специально. Все это было по частным домам. Но в некий тип взаимодействия. То есть, в «экклисии» мы собрались в церковь, мы собрались в некое собрание, в котором есть некая общая церковь, и некий такой особый тип взаимодействия. Что же за категория этого взаимодействия? Эту категорию обозначил сам Христос. Таким образом, так узнают все о вас, то и вы, мои ученики, если вы будете иметь любовь между собой. То есть, две вещи. Явить свое ученичество и явить свою любовь. Любовь. А что-то мы сейчас такое услышали непонятное. Ученичество? Любая, какая-нибудь, я не знаю, все скажут, что мы и есть ученики Христа, и церковь наша апостольская называется, и любим весь мир, и нас Христос любит Аллилуйя. Все, что-то не то. И здесь надо повнимательно присмотреться. Когда мы слышим на Божественной Литургии возглас возлюбим друг друга, то к кому возглас? Это же призыв от предстоятеля всем нам. А что это значит? Мы участвуем в Литургии, в Великом Таисте, конечно, это огромная еще тема, но говоря о Церкви, нельзя говорить не о Литургии. И во время Литургии мы слышим возлюбим друг друга, это единомыслие, мы с поверим и Отца, и Сына, и Святаго Духа. По идее, это призыв. И на него надо как-то отвечать. А как отвечать? Есть вариант ответа? В древности давали друг другу целование мира. А кто-то обнимался. Сейчас как-то на ней практикуется, но это все равно некий символ. За ним же что-то стоит. Ну что, я обнял человека, и все, и уже любовь? Нет, мои дорогие, это на самом деле некая очень серьезная сверхзадача. Вот она просто стоит, эта задача. Вот как... Есть совершенно разное восприятие Церкви. Ну, самая такая грубая форма восприятия, потребительская, Церковь как большой комбинат ритуальных услуг, где есть услуги религиозного характера, которые продаются за деньги. И мы приходим и покупаем. Потому что нам надо. У меня есть потребность, а есть место, где они удовлетворяются. На небезвозмездной основе. Очень удобная вещь. У меня зуб заболел, я пошел к зубному врачу. Не болит? Я туда дорогу и не вспомню. И буду рад. Есть проблемы, я пошел. Нет проблемы, я не пошел. Какие братья, какие сестры, кого это должен быть? У меня тут проблема, у меня. Какая тут любовь? О чем речь идет? Разве значительная часть нашего собственного не так относится к священнику? Например? Да, к сожалению, мы, священники зачастую этот тренд поддерживают. Плохо, конечно, печально. Но мы-то сегодня с вами собрались говорить о том, а что на самом деле в идее находится. Так вот, идея совсем другая. И за этим призывом возлюбим стоит какая-то очень важная сверхзадача. Возникает вопрос, а до какого предела вообще здесь можно идти? Понимаешь, возлюбим. Как вот, что мне надо делать? Как должна измениться моя жизнь? Что тут за думки вообще? Да единомыслием исповедует Отца и Сынной, и Святаго Духа. Если мы откроем 17 главу от Иоанна, знаменитый текст «Превосвященнические молитвы Христа», мы найдем там слова, которым Христос обращается к Богу Отцу и говорит о Церкви. «Отче, да будут они едины тех, которых Ты мне дал, как и мы». Вообще подумайте, о чем здесь едины. Моя Троица знает, что это не просто три лица, не три Бога, а Бог один. Не три жизни одна, то есть не три воли, одна воля, не три отдельных любовей, самолюбови, а единая любовь. Это высочайший идеал, такой просто, которому призваны люди, объединенные в Церкви. Это не просто какие-то тут, я не знаю, странные люди, какие-то мы сегодняшние попутчики в земном путешествии. Знаете, как попутчики в поезде? Мы познакомились, поправили, часто даже очень откровенно, почему, потому что понятно, что больше никогда не видятся. А мы вместе, вместе говорим Небесному Отцу наш, не двой и не мой. Наш. То есть мы свидетельствуем не раз, кстати, за богослужением, а в конце рентургии прямо все это вместе поем, что у нас общий Отец. Если у нас общий Отец, понятно, что мы братья и сестры. Вот какие красивые слова, братья и сестры. У меня как раз нет, но хотел бы, чтобы мне были. Это в идее, а в реальности, какая бесконечная пропасть от слов в реальности жизни. Но мы должны об этом говорить, чтобы у нас какие-то приоритеты, приоритеты не терялись в нашем сознании. Поэтому действительно мы призваны быть братьями и сестрами в гости. Мы должны найти любовь, братскую. Это очень непросто. Как один мудрый человек сказал, любить весь мир очень легко, а конкретного человека бесконечно сложно, целая проблема. это некая заданность. Это вот та самая любовь, если вы будете иметь любовь между собой. А мы же весь мир любим, да не надо весь мир. Но начните с простого, начните друг с другом, а потом уже будет весь мир. А явить ученичество ученикам было прямо сказано на тайной вечере «Всие творите мое воспоминание». И вот явление этого ученичества это, конечно, в первую очередь участие Евхаристии в таинстве церкви. В таинстве, в котором церковь себя созидает, проявляет как царствие Божие на земле. Почему царствие? Почему не республика, например, а именно царствие? Потому что это любвейский образ. Потому что реальный Христос посреди нас, не воображаемый. Потому что когда Он приходит в собрание верующих, именуя нас своим телом, Он и этот мир преображает. Это же люди чувствуют. Приступаешь к праву храму, ты как-то по-другому. Приходят люди на экскурсию ко мне. Давайте глаза закроем. Зачем? Вдруг это Вам просто кажется. Вот зрительная картинка сует такой антураж, иконы, висят лампады, можете нос открыть, чтобы не вдыхать аромат. И говорят, что Вы чувствуете с улицы Позея? Ну, как-то умиротворение. А почему? Это обман какой-то. Это такая особая самонастройка или некая действительно реальность присутствующая, неадмирная. Ответьте сами себе на этот вопрос. Есть такое замечательное слово «приход». Приход и прихожане, да? А что такое «приход»? Скажите мне. Кто мне объяснит, что это такое? «Приходить». А на какого слова? «Приходить». О, «приходить». Да. В этом случае есть шутка. Люди делятся на три категории крещеные. Прихожане, захожане и заношане. С прихожанами понятно, которые регулярно приходят. Приношане, которых приносят в детстве только там на крещение, да? И выравнивают. Нет, захожане, которые регулярно приходят приношание и прежедственное переченье в новом гормоне отбивание. Это приношание. Вот такие три категории отношения с целью. Тем не менее, слово «приход» в Польше, на Украине такое слово «парафия», да? «Парафия». От греческого «парикия». «Прихожане» это «парики». Что такое «парики», да? Давайте разберемся. с этим словом. Очень интересное слово. Вот «паралимпийцы» кто такие? «Паралимпийцы» на самом деле это слово так не переводится, да? Это неприятное слово. Это люди с ограниченными возможностями. Но «паралимпийцы» слово «есть олимпиада», а «есть паралимпиада». «Пара-то вне». Так вот «парики икоса» до дома, «пары-то вне». Буквально в принципе бездомные люди. Прихожане это бездомные без бомжи. Неприятно, правда? Бомжи, да бездомные. В каком смысле? Это абсолютно евангельские новозаветные слова. Что «Не имея изде пребывающего града, грядущего взыскуем». Человек, христианин в этом мире на самом деле ощущает себя бездомным. Почему? Мы странствующие. Странники. Странники идут из одного города, в другой не останавливаются. Мы странники. Странствующая церковь. Причем потому, что принято считать, что церковь на двух измерения. Земная и Небесная, временная и Вечная. материальная и Мира и Духовная. Церковь торжествующая, победившая и Церковь воинствующая, странствующая. Вот мы на земле странствующая церковь. Очень интересное ощущение, да? Я странствующий сервота. Разве не так? Именно так. И кто эти люди, которые странники? Почему вот задать себе вопрос, почему одни странствуют, а другие нет? Одни утром воскресения странствуют до дома, до храма, а другие отсыпаются за всю неделю. Почему одни как-то чувствуют, что это важно и нужно, а другие как-то говорят, об этом вы послушаете в следующий раз. Дети на воскресной школе такой пример приводил. Представляете, куча каких-то странных предметов, песка какой-то, сравните, есть там разные мелкие частички металлические, да? Вдруг подносим магнит. Что будет мощный магнит? Сразу сюда прилипает. Так вот, Экклесия греческой церкви еще производит его от эккалео вызывая призываясь. Церковь не просто собрание ответственных людей, но еще людей позванных и призванных, расслышавших, почувствовавших вот это божественное призвание. Да, проповедь важна, конечно, да, людям нужно говорить, да, объяснять, но если человек глухой по какой-то причине, то будет лоб расшиби и гухо ему он не слушает, вот он не слушает. Это не вина этого человека, но вот люди по-разному талантливы и религиозные отношения, и есть такой нарратив, когда человек только что уверовавший в Бога, ему всех хочется скорее тоже привести, ну как вы не понимаете, как вы не чувствуете, это действительно очень сильно переживается, потому что жизнь делится на до и после, и для меня открыла жизнь, а без жизни что, смерти, хочется всем эту жизнь дать, как они понимают, как не слышат, а человек слух, глух и слеп. Теперь давайте зададимся таким вопросом интересным. посланий апостольским мы находим такие слова желающие епископства доброго желают. в каком смысле? Хочешь быть епископом? Ну хочу, почетно, тебя все уважают, тебя руку целуют, красивые одежды, ты нам командуешь, распоряжаешься, одни условно князь церковь. Ответственность да. Когда пусы добрым, что он имеет в виду? В то время, как это люди, представляете? Простите. Кто часто ставился епископ? Представьте себе, епископ такого-то города. Собрание христиан, храмов нет, еще никаких храмов нет. проходит в каком-то помещении. Например, епископ у меня дома проходит ночное собрание христиан. По днем это было что? Это опасно. Придут люди. Ну, допустим, представьте, собранное, да? Помещение порядок приведи? Приведи. Помой? Помой. Светильники зажги? Зажги. Масса нужна? нужна. Но люди всю ночь будут сидеть, надо их накормить. Ну, там, конечно, принесут что-то на разу, но, в общем-то, обычный человек состоятельный, да? С какого-то социального блажения надо всех накормить. хлеб приготовь, вино приготовь, и в христии, вот, а потом еще за всеми все умерили. А все при этом, естественно, время такое непростое, христиане люди подозрительные, явно, бухи и богослужениях языческих не участвуют, императору никодят и жертвы не приносят, социально опасные люди, а для социально опасных людей конец известен. Вчера уже тех крилан кинули, тех сослали, и завтра к тебе тоже в дверь постучат и тоже к тебе придут. Вот такого доброго апостола желает, да, епископство. То есть, очень, сейчас мы представляем епископа, князь церкви, когда-то, в самом начале, этот человек, чем выше дары, тем выше ответственность. Знаете, Христос переворачивает пирамиду нашего мирского представления власти. Как будет мирское представление власти? Это пирамида, где наверху сидит власть имеющая, а потом понисходящая, нисходящая, нисходящая. И так устроено любой офис, любая структура административная. Директор, зам, директор, зам, зам, начальники, отец, и тогда последний рабочий. И собственно пирамиду переворачивает. Сверх на голову, понимаете? Он плодил внизу этой пирамиды и все берет на себя, все берет на свои плечи. И епископ на самом деле тот человек, который все тоже на себе несет. Хотя светским языком, таким мерзким, кажется, что он вверху пирамиды находится. По сути, кроме проблем, в то время не приобретал ничего, и при этом еще должен был служить в массе людей. Еще очень важный момент. Я спросил, можем ли мы быть здесь церковью, да? И кто-то сказал, ну конечно, престол поставили, антиминцы, и уже все, мы на церковь. А если никто не пришел? О чем хочу вот такую мысль привести? Вот кажется, что мы смотрим на церковь и часто слышим очень много слов критики в ее адрес. Что же она не та, какой должна быть, то, или нет, все так плохо. И зачастую мы думаем, что мы собрались, мы как бы ее составляем, церковь, да? Это ложное самоощущение. Почему? Потому что авторство идеи церкви принесли к ней людям. Это принципиально важный момент. Идея церкви принесли к Богу. Он говорит, я создам церковь, и врата адова не одолеют ее. Понимаете, мы можем в нее войти, в эту подлинную церковь Христовую. Мы можем быть от нее на каком-то расстоянии того или другого. Но она была и будет всегда. Потому что Христовую, я с вами во все дни до спецчаяния века. И никогда нас не покинет. Нас, и смысл нас таких хороших благчестивых, нас, говорим, может и покинуть. Но в принципе церковь он свою не покинет. Это очень важно самоощущение, принципиально важное. что церковь существует и будет существовать вне нашего желания. Любим ее, не любим, разделяем ее, что-то не разделяем. В своем земном измерении она никогда не была здоровой. Ой, ай-яй-яй, в церкви что-то опять не так, что-то патриарх сказал. Надо же, 12-я часть церкви, первая церковь это 12 учеников, оказался предательным. Очень большой процент на самом деле. Нас, вот если всех собрать от общества социума нашего, в нашем городе, православном, 5% с большой натяжкой. С огромной натяжкой 5%. Это даже не одна 12-я часть, но меньше на долг. Смотрите? А даже первая церковь, самая первая, она не была идеальной. Она никогда не была идеальной. Это больница, она болеет. Как все люди на земле все больные, но одни понимают, что с этим что-то это уже есть, признают факт, я болен. Знаете, как человек приходит к врачу, у вас зависимость, да нету, кто брошу, когда запущу, нету, не, хоть завтра брошу курить, там нет. Вот первый шаг, когда человек понимает, что у меня есть, все, согласился, потом с этим что-то можно делать, пока не согласился, даже чить нечего. Так вот люди, которые поняли, что что-то с нами не так, для которых вот эти слова апостола Павла, что бедный, я человек доброго, который хочу, я не делаю, а злой, который не хочу, делаю, стали что-то значить, они понимают, что-то, что-то надо с этим делать, и церковь в этом смысле больница, в которой есть возможность эти вещи лечить. Мы ведь не удивляемся, когда приходим в больницу, вдруг видим там больного человека, но мы там на место, ой, на меня косо посмотрели, там в лапке они так сказали, плохо, конечно, скорбью, не должно быть, ну, в принципе, объяснимо, да, более того, и в больнице санитарки болели, и медсёстры, и врачи, и, о ужас, главврач тоже может болеть, он бессмертный, никогда не болеет, болеет точно даже все остальные, поэтому взгляд должен быть трезвый и снисходительный, трезвый, понимаете, без восторгов, но и без какого-то такого, знаете, унылого упадничества. Глава Церкви Христос, и это нас вдохновляет, несмотря на то, что он неким зримым образом исключен, вроде бы, из нашей действительности, его глаза не наблюдают, но он в этой действительности пребывает не меньше, чем мы сами пребываем, да, и Евхаристия это не что иное, как таинство обновления наших отношений к самим Христом Воскрешен, он всегда оказывается центром христианского собрания. Кстати говоря, принадлежность к Церкви это опять же не абстракция. Вы знаете, я христианин, я абсолютно убежден в правильности Евангелия. Я вообще за все хорошее против всего плохого. Церковь? Ну, на Пасху иногда. Но я христианин, я, у меня Бог в душе. С самого первого века истории христианства мы находим в трудах Священного Мучени Геннадия Богоносца. Всегда принадлежность Церкви означала принадлежность к конкретному собранию вокруг Христа вокруг Христи. Это не абстракция, это не твои взгляды. Вот первое явление твоей церковности это участие собраний. Никак иначе. Не абстрактное. Я по телевизору там, я в дистанционном, мне так хорошо, я, Бог меня нельзя слышит. Конечно, слышит, кто же сомневается. Но это не церковь, это что-то совсем другое. Церковь это еще для нас предмет нашей веры. Вот понимаете первую действенную вещь. В символе веры верую кто, 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 и на виду учения о троичном Боге, а в Христе Бога человек и в церковь тоже мы веруем. То есть это факт веры. Это не совсем очевидно. Во что человек верует? То, что не всегда можно потрогать руками, пощупать, доказать. ожидание просимого уверенности невидимого как апостол пара ближе. То есть церковь она не вполне очевидна как объект веры. А вера как категория она в разных аспектах нами осмысливается. Вера это всегда доверивает. Он чал церкви. В каком смысле это человек который церкви умеет доверять. А в следующем измерении своего вера это еще и верность. Это когда самые трудные моменты испытаний искушений ты испытываешься и разные были обстоятельства было время когда я думаю вы знаете помните это время когда и храм рушили закрывали когда покрестился а завтра тебя с работой уволили а если что и похуже это было а кто-то все равно хранил верность несмотря ни на что это тоже особый дар особое качество особый талант и вот об этой церкви в которую мы верим мы что-то знаем из символоверных мы говорим что она единая святая соборная и апостольская четыре таких категории на каждой из которых что-то стоит настоящая церковь она обязательно должна быть единой святой соборной и апостольской это требует некого объяснения мы давайте этого вопроса коснемся и начнем с самого сложного самого сложного это вопрос о единстве с одной стороны может показаться очень понятным и простым потому что Христос создал не церкви а церковь одну на количество на одна которая сказала что врата не одолели с другой стороны мы постоянно слышим о церквях называемых поместных церквях герусалимской константинопольской русской болгарской и так далее что это не кажется каким-то там диссонансом нет не кажется почему потому что на самом деле это все это та же церковь явленная в конкретной географической местности ну и казалось бы все так понятно да есть какие-то признаки этого единства этих церквей потому что единство это еще категория качественная и она определяется единством земного и небесного но и единство земных этих церквей да общее предание общее традиции благослужебных и конечно же как высшее проявление все причащаемся вместе все вроде бы понятно хотя нынешней истории все совсем непросто да вы же знаете нынешнее православие раскол это очень печально и вот здесь стоит очень сложный вопрос о котором я хотел собственно с вами мы же вам проговорили вы думаете как и будем заниматься это все призко с тобой на самом деле поговорить о очень непростом вопросе то есть что в центре понятно вот чашей Христос а где церковь заканчивается где ее граница понятный вопрос очевидный легко провести эти границы представьте себе такой непростой вопрос где заканчиваются границы вот этот человек крещен он в церковь не ходит этот ходил но его отлучили за страшный грех этот вообще стал чем-то другим заниматься эти вообще предатели православия это такие эти сякие кажется вопрос с границами не такой простой как может показаться и историю этого вопроса мы с вами давайте посмотрим заглянув далеко-далеко в прошлое во времена Ветхого Завета можно сказать что если церковь это некая общность Бога и людей то все началось очень давно со времен Адама и Евы вот говорят семья малая церковь да? хорошее нарожение очевидно да церковь большая семья Адама и Евы семья а чем себе немало церковь они с Богом общались напрямую вот над истином разговаривали видели его конечно же церковь однозначно именно так но и мы видим как в дальнейшем эта первая община которая изначально существовала в виде Адама и Евы меняется усложняется и даже Ветхозаветное время вопрос об определении границы кажется очень непростым в объеме до потопного человечества это одна история после потопного совсем другая ну например вот община которая формализовалась в завитии с Авраамом и праотцами вот история Авраама да? приносит жертвоприношение он глава какого-то клана особого вот совсем другая история это уже община которая ассоциируется с Моисеем это уже другой этап и совсем другой этап когда уже все он скриборнится в Новый Завет на что есть надо обратить внимание любая монотеистическая религия ну и в частности та религия которая стояла в Рам Бога Единого ее именуют как эксклюзивный то есть закрытый то есть Бог один Он Личность Он нечто важное сообщает людям о себе и о том что Он читает правильным или неправильным и кто живет согласно того что Бог открыл как это правильно тот внутри общины кто так не живет тот вне ее в политеизме любые этические религии они инклюзивны то есть они пускают в себе любые направления почему собственно для в свое время для тех же римских властей не было проблем в пантеон божеств поставить еще статуи Христа ну тем жертвы приносят тем ну Христу пройдет какая разница по фиге они даже неведомому Богу жертвы не сделали для них проблем нет для христиан проблема была для языческого сознания нет причем языческих представлений Боги и их власть всегда были сопряжены с определенным местом жительства то есть в каждой местности в каждом божике были свои почитаемые божества вспомните историю из книги Дианей как в Эфесе был пульт богини Артемиды и когда апостольская проповедь грозила пошатнуть бизнес Медника который изготавливал эти статуэтки Артемиды было волнение народа люди собрались и обмышали и говорили как Артемида и Эфеска то есть в Эфесе это Артемида и другие города и другие болезства вот обратите внимание как уникально как интересно в книге Бытия рассказывается как человек в лице Авраама очень тонко выводится за рамки этих представлений и категорий вот в чем история Авраама некий бог является Авраам и говорит выйти из земли твоей и из родства твоего сразу стало ясно что это бог не той земля где живет Авраам и видимо даже не той куда он ведет Авраам так ту землю тоже не называет своей я не веду себя в землю свою скорее всего это тот бог который над всем этим который вообще над всем над всякой землей и вот этот бог как личность возвещает свои варенья Авраам и уступает с ним завет вроде бы вот принадлежность к этому роду племенному сообществу которые были все родственники Авраама это ну принадлежность к церкви того времени условно скажем да но и у вся история вокруг Авраама другого не знают тем не менее мы знаем какую историю в том же самом месте в то же самое время живут какие-то люди которые имеют с этим богом единым тем самым особые отношения ему поклоняются Авраам ничего о них не знает они не знают ничего об отношениях с этим богом Авраама самый яркий пример этому это Милхисидер помните некий Милхисидер царь самимский Авраам после военной победы отдает ему десятую часть добычи а Милхисидер водоставляет его хлебом и вина посмотрите они живут абсолютно как будто разные жизни Авраам качевник Милхисидер горожанин Авраам отец некого рода длинного семейства Милхисидер это царь города Авраам священник принятый в той культуре права жертвоприношений Милхисидер священник требует имена и в Милхисидер Авраам признает священника бога всевышнего которому поклоняется сам и должен приносить ему десятины некий таинственный ветхозаветный пророк самого Христа но тем мы видим что граница очень неопределена был еще и такой человек во времена Авраама хотя мы ничего не рассказываем следующий удивительный факт это история Моисея сам Моисей принадлежал двум культурам по своему покрове по рождению наедей по воспитанию египтяне и когда он бежит из Египта после того как он вынужденно совершил убийство попадает к человеку который потом становится его тестем некому Иофору о котором сказано что Иофор был жрец Мадиамский жрец священник племени Мадиам нигде никогда Гиблия не говорит о нем как о каком-то идолопоклоннике он ни разу не получает никакой негативной оценки более того Моисей его принимает он принимает Моисея и через именно Иофора Бог посылает Моисею подсказку когда народ выводится из Египта тысячи людей и Моисей так сказать вождь все приходят ему разрешать свои проблемы тяжбы это же невозможно не может один человек в таком режиме жить и управлять огромное количество людей он вам подсказан назначь тысячи начальников ста начальников десятых начальников все вот у вас над вами десятью есть начальник судитесь у него не получилось идите к ста начальнику разбирайтесь с ним у него не будет тысяча начальников если же тысяча начальников и не решили правду приходите пояси он разберется суд районный городской областной республиканский примерно такая система вот эта подсказка пришла через афору самая удивительная история это то что произошло с Нейманом сирианином которого исцелил порок Елисей проказом обратите внимание Елисей это человек на котором благодать два раза больше чем на пороке Елии и после того как происходит это исцеление Нейман говорит вот я узнал что на всей земле нет Бога как Бог Израиле подарки от него Елисей не принимает но когда он прощается уже Нейман приходит к мысли что другого Бога нет но он же всего лишь военно-начальник над ним есть господин царь сирийский а сирийский царь совершает свои жертвоприношения в храме этого ремонта и он говорит когда это будет происходить да не прогневается на меня владыка и я буду там простить меня господин потому что я готов приносить жертвы только Богу единому но вынужден участвовать в этом процессе в этих пунктах потому что это мои социальные внезаперства этого иначе не может быть я принадлежу к царскому салоннику я не могу и что его внесение обречает его он говорит иди приниму ученическую смерть иди 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 и такие вряд ли возможно в новом завете все развивается совершенно иначе мы говорили что новозаветная община это тело креста это способ присутствия креста в этой мире и тело всегда имеет четкие границы и новозаветные образы церкви это образы в каком-то смысле ограниченные какие это образы я лозавый я бастер выставлен есть какая-то ограда за которую бастер свой овец загоняет виноградник сказано огражден виноградник брачный пир на который есть конкретные люди приглашены есть кто остается вне этого брачного пира другие образы но каждый из этих образов он такой открытый в каком смысле вот ты на брачный пир не попал но ты не знаешь что никогда то есть шанс вообще есть что и ты можешь попасть но одежду нужно брачную найти если ты лоза такая засыхающая ну можно привить тебя в нормальной лозе и есть шанс что там ты отечка потерявшаяся но может быть пастырь бруса 99 найдет тебя потерявшуюся опять то есть это образы вполне себе ограниченные но в то же время открытые то есть возможность так сказать присоединения а со временем уже с четвертого века появляется этот образ корабля который плавает в бурном житейском море все и появляется понятие вот ты упал с корабля все шансов нет вот ты скорее всего утонешь если ты не на корабле появляется такое понятие отрада церковная мне отрада спасения нет да то есть появляется такая новая логика крепость в осаде и все мы все там внутри а все во мне это то что нам враждебно это как-то несколько ну и не коррегирует с образами новозаветными как выглядела церковь в раннехристианский период это был некий комбомират общин которые с одной стороны осознают себя частью чего-то большего целого но при этом в это же время существует масса других общин которые тоже называются христианскими но по сути ни разу христианскими не могут называться это гностики это же в первом веке они существуют да в представлении если церковь это тело мы отделяем часть от тела человеку акутировали руку например да все она умрет в этом смысле не важно отрезали палец палец находится на расстоянии 1 метр или 10 метров он все равно отрезанная ветка он умирает но оказывается все не так просто ведь мы знаем что близость к Богу она бывает разной у человека и близость к церкви бывает разной и в нашей церкви существует а существует это же со времен Василия Великого 2-й и 4-й век разные чины приема церкви то есть оказывается вот этот отрезанный палец очень важно в каком расстоянии он находится и кого-то мы принимаем только перекрещивая кого-то через мером помазания а кого-то достаточно рукатного покаяния это значит что в каких-то сообществах которые мы считаем со всеми церковью могут действовать таинство и приемок крещения если мы их не перекрещиваем повторно может действовать благодать Божия значит таинство действовать а вот что еще такое произношение это не яресли но тем не менее это вопрос на границе в церкви которые не всегда вот такие очевидные и даже не всегда как кажется наше человеческое разделение потому что иногда ругаются по вещам очень странно вот когда в свое время в запад и восток разругались по вещам очень далеких от богословских проблем а потом они стали богословскими вопрос очень даже политический но это отдельная тема когда-то может быть еще поговорим во Христе и через него все человечество обретает единство с Богом но так как Бог вне времени то он дарит это единство тем кто попал в какую-то не тем кто попал в какую-то хронологическую рамку вот только те которые родились в определенное время а до Христа а родившиеся и не узнавшие да во всем тем кто это единство на самом деле хотел обрести и в этом смысле во Христе имеют чувство все и те в том числе кто родился и жил до его пришествия в мир помните эти слова когда Христос говорили лично этим книжникам которые к совопросникам Авра видел мой день и возрадовался Авра не заблазнили те 50-летние ты говоришь что не видела Авраама и видел и возрадовался что эти слова вот это взорванный ад который Христос сойдя взорвал уничтожил все кто жаждали это единство нет есть что иное как некое вертикальное единство то когда мы причащаемся да мы причащаемся вместе есть горизонтальное в этой общине и того же Христа приобщаются люди в Америке в Азии там не знаю на Северном на Южном полюсе а есть единство вертикальное это все те кто от дальней вечери кто по благодати Божьей он соединился с церковью даже в дохристианское время и со всеми теми кто жил до нас и со всеми теми кто будет еще жить до второго пришествия Христа потому что он вне времени он единый и в этом одно из оснований наших молитвоза усопших мы едины мы в одном теме как может быть иначе так вот начинаем присоединение вернемся в границах церкви то есть есть люди которые вроде бы за границей церкви но в то же время они себя с ней не потеряли католиков коптов армян мы принимаем через покоение значит признаем что они были крещены миром помазанным хотя причем людей для нас значит таинства были реальными и если таинства были реальными можно сделать и вот что они были в каком-то смысле продолжали быть частью церкви хотя вроде бы за границами церкви таинства невозможно какой это может иметь практически не мы говорим что мы не имеем с ними общения евхаристического но ведь внутри церкви есть люди внутри церкви православные крещеные с которыми мы это вообще не имеем они просто не хотят не приходят или они отлучены за тяжелые грехи совершил там ущерб убийство вот мы тоже не имеем с ними экологического общения но можно сказать что вне церкви на церкви по сути никто не отлучал анафий не предавал вопросы вот что еще здесь очень важно и очень важно по сути осознание себя церкви начиная начиная со второго века были две концепции авторство одной приписывается священному киприану карфагенскому а другая Игнатию богоносцу священному ученику по киприану каждая община церковная это часть вселенской церкви это вот доктрина по сути она у нас сейчас существует она возобладала и свою церковность она подтверждает через сопричастность общение с другими более большими так сказать структурами церковными вертикаль то есть вот почему мы поминаем на литургии епископа своему может все хотят ему здоровья пожелать это общество это должен быть тогда самый здоровый партий человек вот так не бывает епископы тоже болеют и к сожалению умирают смысл-то другой на самом деле этим поминовением мы свидетельствуем что мы не сами по себе здесь а что через епископа конкретного потому что раньше в этой древней церкви не было таких вот многих общин в городе была одна община на него сглавлен епископом ему настоятель городского прихода по сути все и в ней собиралась вся церковь а потом уже все стало расти и расти и расти и священник это никто иной как делегат от епископа который от его лица здесь совершает евхаристию в этой общине и через этого епископа он имеет связь с вселенской церковью в Греции до сего например есть традиция прихода священники не упоминают патриарх который достаточно епископа все потому что любой патриарх равен любому правящему архиерею с точки зрения благодати архиерейской а уже конечно когда появилась империя и когда церковь должна была встраиваться в институции империи эти вертикальные ну им нужно было каким-то образом организовываться и она была организована по образу империи структурно то есть появились епархии метрополии триархаты и все это в каком-то смысле копирует систему управления которая была в империи тогда принята как любая светская система у нас есть районы города области и там верховный совет и так далее но это вот по Киприану Карпагенскому а по Игнатию очень интересная мысль такая вообще может показаться смелой каждая церковная община независимо связана с кем-то не связана это церковь почему потому что живой Христос посреди нас разве нет где Христос там и церковь на совершении Ухаристии и Христос и в этом смысле каждая община признавает признает друг за другом вот этот факт и совершает горизонтальное единство когда-то это было до того как церковь интегрировалась в империю в ее властные институты вот но потом это все ушло но идея интересная особенно в наше время когда договориться никак не могут наши так сказать главы богатской церкви и священному мученику Игнатию мы находим епископ и община это церковь и даже один человек у Христоса тоже церковь ну вот такая непростая история насчет единства и на самом деле то что скажем что такое что очень часто сейчас называется это ересь воевтики кто может ересь икон называть то ли ересь то ли научение только собор а если погонять их частное богословское мнение они могут быть очень разные но далеко не каждого инакомысляча надо спешить и принять ересь то есть еще разные чины вот есть совмечивное сообщество есть действительно расходники есть уже еретики так вот реально если еретиками называли людей которые действительно Троицу не исповедовали признавали Бога человечества Христа ну уже совсем такие поэтому не спешите каждого инакомысляча называть еретиком мы верим в церковь святую что значит святая церковь во-первых она неповрежденно неповрежденно сохраняет целостность учения Христа апостол Павел прямо говорит что в церковь есть толп утверждения истины мы верим что главой церкви является Христос и церковь святая его святостью и в этом смысле когда мы видим в церкви грех да а такое случалось всегда в истории и сейчас случается и будет случаться здесь очень хорошая формула грех в церкви это грех в церкви а грех против церкви понимаете о церковь сделала то а вот я в храме видел А вот видел батюшку, он такое-такое творил. Это его личный грех, но это не грех церкви. Это его грех против церкви. Как эту антиномию можно объяснить? Давайте на конкретном примере. Вот ребеночек, его покрестили. Святая, чистая, неборочная душа. Ангелская. Вот дикатрия ему уже исполнилась. И что-то он такое там сказал, такое нехорошее, или явно соврал. Но не знал, что об этом узнает, говорит, Сереженька, как тебе не стыдно? И ты так поступил, и ты такие слова сказал. И он даже покраснел. Такая физиологическая реакция, которая говорит о очень бурном внутреннем процессе. Прошел год или два, мама смотри, умрет и не краснеет. Пример. Просто такой маленький пример. В каждом из нас этот Сереженька живет. Там очень много всего есть. И церковь действительно святая. Но мы-то не святые. Как она может быть святая, если она состоит из людей, которые грешны? Это же противоречие. Нет. Просто каждый из нас находится в каждый момент времени в разной степени единства с Церковью. Вот это расстояние, которое создает между Богом и человеком грех, и между человеком и Церковью. Невозможно померить никакой линейки. Но оно и есть. Равно как мы ощущаем, когда это расстояние исчезает. Когда совершается покаяние, и над раскаившимся человеком в священник произносит молитву, в которой слово «Господи, примири и соедини его и ее святей Твоей Церкви». Я только что присоединил, а тут я опять осудил. И опять надо все начинать сначала. То есть эта характеристика для каждого из нас динамическая. Мы в каждый момент можем быть в разной степени единства с Церковью. Здесь, на земле. Небесная Церковь, она исходила. Церковь победивших. А мы еще пока в пути. Следующая категория – Церковь соборная. И иногда очень этот термин привратно понимает, в каком смысле есть. Ну, конечно, соборная. Почему? Потому что соборы были, поэтому и соборные. Да. В трудах таких вот наших голосов, Ставанопилов, мы находим, что соборное начало в жизни общества, соборное начало в жизни Церкви. Эта категория никакого отношения к соборам абсолютно не имеет в принципе. А что это такое? Соборное – это термин русский, которым обозначили греческий термин «кафалики». Вот знаете, когда революция называлась наша Церковь? Русская православная Церковь. А до революции это? А официально никак. Нет, так. Греко-кафалическая православная, российская греко-кафалическая православная Церковь. Капфалические католисты – это не термин. Вот так называлась. А что это за термин русский, странный? Вообще, есть такая версия, определенная, на уровне теории, предположений, что в свое время, когда Кирилл Мефотий переводили силоверный славянский язык, они просто этот термин вообще никак не перевели. Это очень сложный термин. Его мы не встречаем нигде в тексте Нового Завета. Он взят из таких вот философских понятий Аристотеля. Капфалики от Капфол-Ома. Буквальный перевод – единство с целым. Или единство в целом. Что это означает? Значит, означает следующее. Опять же, я сейчас вам скажу некое объяснение этого термина. Но не могу сказать, что это исчерпывающее объяснение. Потому что одно из таких вот объяснений это означает то, что в каждой отдельной церковной общине дана вся полнота духовных дарований этой церкви в целом. Другое объяснение этого термина, оно говорит о том, что вот это Капфалики – это значит некая целостность и повсеместность. То есть церковь не заключена ни в один народ, ни в одно время, ни в одну географию. Она высшая, она вселенская. Не только в понятии античного мира и кумена – это вот граница, да, киперия. Она сильно вселенская. В истории были народы, сообщества, которые церковь заключили в свои такие национальные рамки, или географические, да, вот например, армяне, армянецкая церковь, запалкидонская церковь. Вот. Принадлежная церковь определяется своей национальной принадлежностью. Или там Сиропалтийская, или там Сирийская церковь Востока. Вот. Есть такая вот проблема. Это ведет, конечно, в вырождение. И, соответственно, не может никаких быть святых земель. Русь святая, там, земля, там, святая земля Иерусалима, там. В каком-то смысле можно сказать, но церковь не заключена ни в какую географию, ни в какой определенный народ, ни в какие обстоятельства. Она всегда за границей. Буквальный вариант перевода этого слова, кафалитий, очень грубый, но очень такой, по всем на я. По всем, везде пребывающий, везде несущий полноту своего учения. И в каждой отдельной ее части есть присутствие всей полноты. Проявлением внешним, кафалитическим, может быть, конечно, собор. Потому что это некое единомыслие людей, которые являются носителями Духа Святого, и они заключают свое решение, изволяясь от Духа Святого и нам. Да, это может быть проявление. Когда служит епископ, он всегда, кафаличность, проявляет свое сослужение с другими епископами. Например, вот, иконаж служит, поминает синод Белорусской Православной Церкви. Служит патриарх, глава поместной церкви. Он не сам из себя, он свою кафаличность осуществляет, единственное с другими, он поминает всех православных патриархов. Вот так задумано. Что еще, да? Ну и апостольское, да, у нас осталось. С одной стороны, апостолы – это те, кто исторически создавали общины, свидетели Христа живые, а с другой стороны, церковь апостольская, кто это апостол, да, послание. Церковь в этот мир послана. Апостол этот мир, чтобы этот мир, помраченный грехом за души привести к истине, к Богу. А в лице кого он апостолом этот мир? Не только епископов и священников, если ты ощущаешься принадлежащим церкви апостольской, должен вести свой апостолат в этом мире. Каким образом? Каждую останавливать, предлагаясь, пойдем, изучим Библию, записывайте на курсы. Каким образом, скажите мне? Словами. Конечно, словами легко. И очень легко. Как преподобный Сергей говорил, словами учить это, камни из колокольни бросать, исполнять слова, камни на колокольню носить. Вот. А сказано об этом буквально так. Планка очень высокая. Вы, соль земли, и свет миру. Только подумайте, вы, я, соль земли, божья. Почему соль земли, и почему свет миру? Свет – это то, что позволяет идти и не спотыкаться, не заблуждаться в правильном принятии решения. А как это сделать? А только это может быть тогда, когда перед нами есть человек, который для нас является нравственным ориентированным. Это совершается через конкретные дела. Матфея читает, так это просветится свет вам при человеке, доведя ваши добрые дела, прославят отца небеса. А соль земли. Раньше не было консервов, в нашем понимании. Не было холодильников. Все консервировали, засаливая. Соль – это то, что предохраняет от тления, от гниения. Прямо сказано, если соль потеряет силу, вместо этого, это помойка. Она ничего не нужна. И если мир все-таки гниет, что-то нам подсказывает, что процесс распада прямо зримо нами видим, мы видим, как этот распад идет. Видим, как в христианской цивилизации, европейской цивилизации, это стынень христианской цивилизации, базовые принципы нравственных поставлены не просто подсклонения, а уже узаконено, узаконено, что-то совершенно противоположное. О, это ж такая завневающая Европа, это же не про нас, это про нас тоже. Раньше когда-то были границы, нет информационной границы. Эти пациллы живут в мозгах наших соотечественников. Это может быть, это не проявляется, не поощряется, но все это уже, мы уже все инфицированы, безразы. И только одно предохраняет в дальнейшем распространении ни законы, ни ограничения, ни какие-то уголовные преследования, а наша с вами жизнь, которая или свет для других, или безнадежно. Потому что, может быть, кто-то на меня смотрит с надеждой, может быть, эта жизнь все-таки есть смысл. Я разуверился, я отчаялся, у меня все плохо, у меня полный жизненный тупик. Я смотрю, взглядом ищу, а может, есть кто-то, глядя на которого, я поверил бы, что в этой жизни есть смысл. Я жил в этом свете не зря. Может быть, есть кто-то, глядя на которого, я поверил, что любовь побеждает зло. Есть ли кто-то? Вот если люди такие есть, а по столу церкви продолжаются. Мир еще не загнивает окончательно. И в этом смысле, христиане, это люди бесконечно ответственные не только за свою общину, да, мы сказали, не крестье, это собрание людей ответственных. Это люди, которые ответственны за все. Ну, раз это что-то от нас зависит, вот там где-то война, это что-то происходит. Мы же не хотим жить ни при чем. Мы все при чем. Потому что любая война, любая эпидемия уже за последний год столько все интересное пережили. Это не что иное, как зло, выплеснувшееся наружу. А почему она выплеснулась? Потому что у нее есть почва, потому что есть люди, которые несут это. Потому что соль теряет силу. Помните об этом. Я хотел больше, но, наверное, хватит. Ваши вопросы? Кто за мной, что у вас не рассказал? А можно ли сказать, что, например, вы упомянули те же литухо-кидонские церкви, которые принимаются через исполить, я так понимаю, их представители. Можно ли сказать, что есть разное христианское направление, которое как бы, как вот кольца, они расходятся от центра. То есть, есть какие-то, где больше церковности сохранилось, а есть где-то такие, которые, ну совсем там отдаленно, что-то, например, баптисы, что-то отдаленно напоминающее церковность. То есть, они, то есть, разные степени у них. Разве разнесся у кого-то язык сказать, что баптисы будут христианами, христианами. Вот про свидетелей Бога я бы сильно засомневался. Да. Они, исходя из своего учения, хотя, как бы признан Новый Завет, но их христианами никак не назовешь. А баптисы все-таки христианами. Понимаете, есть такие, слова самого Иоанна Христа, но там, так сказать, по смертным состоянии, что есть звезды, есть луна, и на славу звездам, и на луне. Вот. Конечно же, мы точно понимаем, что есть церковь в своей сути, да, в центре, как бы, этот опыт. Но вот, когда есть периферия, вот эти определенно жесткие границы, как мы видим, кто на самом деле не провел? И отсутствие евхаристического общения, да, мы не можем с ними вместе причащаться. То сказать, дерзнуть, что их абсолютно покинула благодать Божия, вообще, можем ли мы это? большие вопросы, и кто бы не дерзнул, как бы сказать. Вот. Поэтому нам так проще, нам так понятнее. Но тут надо проявлять такую, ну, сдержанность, как мне кажется, потому что за Бога здесь решать нельзя. И когда скажут, что вне церкви нет спасения, конечно, нет спасения. Мы этот тезис никак не оспариваем, но при этом понимаем прекрасно, что Божия любовь, она не ограничивается только вот нами, да? и Бога, Его, в любви, к этим людям никто там ничуть не может. Одним открыто так, другим меньше открыто. Вот. А кому-то совсем мало. И мы находимся в этой отечественной литературе в мысле о том, что те, кому совсем ничего не обсудили, то будут сутиться по закону совести. Хотя они, как апостол, не зная законное, законно-законное творят. Такое есть. Поэтому здесь нужно... Вопрос с границами не такой происходит. Можно было больше о нем сказать. Я немножко сегодня этот текст даже сократил. О том, как при Васильеве понимал эти вещи, мы немножко за эти годы шли куда-то более в жестких представлениях. Но я это сказал только для того, чтобы мы здесь были такими осторожными. Знай свое, но не осуждай чужого. Не спеши осуждать чужого. Пожалуйста. Ну, как бы продолжая, ну, как-то нужен вопросу, но, как бы, на индивидуальном уровне, на личностном уровне, как бы, описывал как руки, да, и, ну, как бы, расходящиеся, да. А что можно вот, ну, как можно определить, как бы, такую переменную, как нравственность и, ну, соответственно, соответствие христовым западам, ну, божественным западам вообще. это, ну, допустим, да, ну, как бы, не принадлежит к опорославной церкви, то есть, ну, не соответствует как оно, в общем-то, выше, ну, на несколько порядков, чем человек, который принадлежит формально к опорославной церкви, но в жизни своей он дадут от исполнения Христовым западам. Ну, это, в смысле, я ведь сказал, что, наверное, не наше дело это определять. Понимаете, все, верит Господь, Он знает и определяет, но не мы. Есть люди, с которыми мы можем причащаться, по крайней, по каким-то формальным признакам, да, не предназначено переднежать церкви, а допустить или не допустить человеку в чашу, это уже решает священник, если он раскаялся, пожалуйста, если человек упорствует в грехе, если какие-то страшные вещи, может быть, влечет, отключен на какое-то время, как и тимия называется от чаши, и она не может есть с ним вместе на одной юридической тропеде, даже внутри, в одной церкви. Так и здесь. Ну, в современном... Почему нам надо давать эту оценку? Почему стоит задача давать ему какую-то оценку? как бы, ну, как бы, стало... Ну, как бы, ситуация, ну, данного момента исторического, ну, многие каноны не действуют. вообще, законные, как бы, законные не действуют. от земли большая, от земли, они и действуют, и не действуют, потому что до сих пор у нас нет единого разработанного свода канонических правил, которые можно было легко пользоваться. Которые, как это сделано, у нас пока это нет. Новые каноны принимаются, старые не отменяются. Знаете, в законодательстве, этот закон принят, а с такого-то числа тот считается утраченшим силу. У нас эта процедура не предусмотрена. Но на самом деле, на самом деле, наша задача, так сказать, давать вот такой анализ, мне кажется, все должно быть практически, исходить с практического запроса. У вас есть какой-то такой специальный запрос? Практический запрос, ну, например, я думаю, что ГРОК очень, ну, как бы, могут выговариваться, православным, что у нас очень распространены такие-таки даже, ну, как бы, смертные. И, ну, как бы, а прибыться тем, что, ну, как бы, снисходя к человеческой слабости, там, мы все-таки оставляем границы в церкви этого человека. И тут соблазно, как бы, как человек, пить за грех в ограде за формой, он отстраняется от того, ну, как бы, это его отталкивает? Ну, отталкивает. Отталкивает. От общения? От общения? У больных людей увидел. Ну, не общайся конкретно с этими, они больные, ты не можешь с ним общаться, общайся с другими. А по поводу того, что его грех не позволяет ему быть вот прощенным, первый был прощенный разбойник, который совершенно вел жизнь до этого никакую. И Бога нашлось для него милость, чтобы его простить. Это очень такая личная вещь для человека. Мы не можем сказать, вот они такие всякие, каются, опять грешат. Конечно, выгодно грешить, а кто бы идут покаясь, еще и другим все как будто, да? Ну, смешно это. Человек может все профанировать сам по себе. И с остальной это тоже может казаться абсолютной пропанацией. Почему мы не видим этих спасающихся людей, вот почему мы не видим сонных святых, ориентироваться на которых нам бы тоже легко было становиться святыми, а у нас куда не является сплошной грех. По одной причине. Потому что смотреть не умеем, Потому что действительно во все времена святость была делана эксклюзивным и таинственным. Святые себя на пьедестал никогда не ставят. И люди помогли поставить себя. Святость всегда подлинная святость, всегда скрывает, и святость у себя не видит, и смирение себе смирение не видит. Некоторые замечают, а некоторые хотят внешнего эффекта. Да, не видят этого эффекта. Вышел священник на проповедь, на народное гуляние. Сказал, братья, покайтесь, как апостол Петр сказал, и пошла вся площадь соборная на исповедь. Нет, не замечают такого, каких-то событий. Хотелось бы. акцентирую, что вы сформулируете более коротко вопрос, финальный часть, так сказать, чтобы... в свете этих слов Христа, что высокой земли, да, ну, как бы, глядя на вас, вы должны соответствовать, вы должны держать флангу, а если в церкви, как бы, ну, серьезное послабление, и, ну, как бы, мы придем, ну, как бы, мы вот стоим перед Христом, чем вам обладаться в этом. Я скажу разно. Мы не являемся с тобой, да, что делать? Вы задаете вопрос в двух категориях. Личного решения, личного своего предстояния перед Христом. Нет, свободное. Остальное это на самом деле есть люди, которым это стадо Христово верено в пости, епископы, священники, патриархы, которые принимают решение, как, например, с человеком или сообществом людей поступать, по экономии и по экономии. Казнить нельзя помиловать или казнить нельзя помиловать, где запятую поставить? И зачастую путь экономии оказывается самым верным, потому что мы тоже хотим, чтобы нас жалели, лечили, прощали. Вот если строго по канонам относиться к нам, да, например, там есть такие грехи, там, допустим, человек ошибся, его надо на годы от причастия отлучать. Раньше это было очень серьезно для людей, наверное, крепость другая была, а сейчас отлучи человека на месяц, он не придет совсем, такие есть, понимаете? Поэтому нужно эти вещи применять сообразно с силами людей, они очень разные, люди стали немощные, очень немощные, очень слабые, очень зависимые, очень управляемые, современный человек имеет свободы, хотя свободы, неотъемлемая часть образа Божия в нас, проявления, мне кажется, несопостримы меньше, чем человек сто лет назад. Мы абсолютно манипулируемые личности, мы даже не осознаем этого, мы живем в технотронном веке, когда каждый вход в эту штуку в интернет, это маленькая порция информации, да, нет, это же вход, вот я разговариваю, там все пишется, там записывается, и электронный аватар каждого из нас обновляется каждую минуту, а скорость обработки информации, которая скапливается выше, уже скорость отработок нейронов главного мозга, и поэтому кажется, что мир приудогадывает наши мысли, мы хотели покупать в магазин что-то, а мы на самом деле выбираем, и уже давно за нас выбрали, какую музыку слушать, какую одежду одевать, какие предпочтения иметь, это постоянный процесс работы с нами, мы даже не сознаем насколько это глобально, мы не обрабатываем как нужную информацию, мы по верхам их хватаем, человек за неделю сейчас получает больше, чем раньше за три месяца он получал, люди не читают книги, это неинтересно, некогда углублено, все, по верхам, по верхам, по верхам, люди стали наркоманами информационными, утром начинается, что ты в ад залазишь, они в молитвы, вот, и все в этом живут, вы же без этого жизни мыслить, это уже другое совершенно состояние сознания, поэтому степень нашей, вообще неизвестно, к чему это приведет, мы подопытные, потому что этого в истории человечества не было, мы живем в таком, в таком напряжении электромагнитных полей, которых никогда тоже не было, что на дом идет, что не дом, то антенна, то антенна, то антенна, у каждого роутер, роутер дома, но это же все хорошо и безопасно, как-то взяли, в Москве исследовали мобильные телефоны, на предмет того, соответствует заявленная напряженность электромагнитного поля, паспортной, взяли лучшие фирмы, ни одной соответствия не нашли, везде превышает, то есть есть некая такая условная медицинская норма везде превышает, что это к чему приведет, белок свертывается в микроволновые печати, это есть микромикро, это все, тоже, белок, это наш мозг, что там происходит с ним, какие процессы, я не хотел отпугать, но нельзя современному человеку быть струнен, надо жалеть, мы все отомненьшаем, священники будут не терапевтами, и хирургами, но скорее всего всех зарежут, они должны быть терапевтами, может быть и хирургами, но у хирурга должна быть высочайше в квалификации, кто взял дискальпич, разрезать там, где нужно, а не зарезать человека, шанс очень велик, поэтому мы с высочайшим терапевтами, мы жалеем, мы прощаем, не даем лекарства и так далее, но резать это очень опасно, вот у меня нет такого дерзновения резать, пожалуйста, пожалуйста, у меня есть одну вопрос, сейчас вот эта история с войной на Украине, Россией, насколько я помню, если я буду ошибаться, поправляйте, там все началось опять же с проблем взаимоотношений украинской и российской православных церквей, там украинский батюшка выслал на российского не играют ни церковь определенную роль и в государственном конфликтах. Играла, играет, будет играть всегда во всем странах, во всех, они служат таким типа детонатором в этих странах. Кому-то больше хотелось, чтобы церковь была таким детонатором во все времена, во всех странах, во всех, начиная с времен эзотийской империи. Она так или иначе влияет на государство в любом случае. Вы спросили, дайте ответ всегда во все времена и во всех государствах церковь хотели использовать с разной или с разной степенью успешностью любые власти всегда для того, чтобы сделать демитивным те или иные свои решения. В социальной концепции прописано, что церковь даже может призывать к социальному неповиновению людей. Я думаю, этого теперь все не дождемся. К сожалению, так. Трагедия Украины, самая большая трагедия и ужас того, что там происходит, состоит именно в том, что обе стороны этой войны люди не просто христиане, а принадлежащие к одной поместной церкви. И у меня только одни слова находятся. Когда это началось, дьяволу можно идти в отпуск. Он может отдыхать. Потому что уже большего изобрести сложно. Это трагедия. Я это воспринимаю как трагедия. Однозначно. Трагедия. И стою с другой стороны. Больше эту тему я бы кудировать не хотел, потому что это выходит за рамки того, что мы здесь должны делать. Все? Еще вопросы? Продолжение биометический паспорт. Я вот слушаю по национальной... А что это такое? Уже не бедры белорусы уже в религию. Ну и что? Я не знаю, что это. Я не знаю, что это. А это не по себе вопрос. У меня обычная книжечка. Я не знаю, что ты берешь. Нет больше вопросов? Помолимся.